Утепление кровли Кутузовский проспект находится в западном административном округе Москвы на территории районов Дорогомилова и Филидовыдкова. Дом 24 расположен в районе Дорогомилова. Он 10-этажный, 19-подъездный, построен в 1947 году и вмещает 552 квартиры. Кутузовский проспект и нас уже, как обычно, встречают жители. Ольга Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Городовой Дмитрий. Здравствуйте. Ну что ж, оба ваши проблемы? Я проживаю в этом доме уже 20 лет, у меня четверо маленьких детей, и я столкнулась с тем, что в момент капитального ремонта нам поверх керамзита положили минеральную вату, которая содержит фенолформальдегидную смолу. Мы чувствуем дискомфорт, то есть распирабельная пыль выходит из чердака и попадает в подъезд. И летом эта стекловата будет выделять вредные для здоровья вещества. Непонятно, какие вредные вещества попадают в воздух от этого утеплителя. И соответствует ли этот материал нормам и снипам. Тем более, что предпосылки задуматься о его вреде уже есть. Как самочувствие детей? Ухудшилось за это время очень сильно, мы болеем часто очень. И у нас был бронхит у всей семьи, и аллергия. Ольга, вы меня так напугали своими историями, но тем не менее работа есть работа. Давайте посмотрим. Ух, мама моя. Посмотри, что здесь творится, какой ужас. Дорогие друзья, не знаю, видит ли эта камера, но здесь летает пыль, воздух ужасно спертый. Летает не просто пыль, летает мелкая стеклянная пыль, которая поражает легкие и дыхательные пути. Посмотрите. Дышать очень тяжело. Сейчас мы находимся в спальне и в детской комнате Ольги. Расскажите, что это за такой агрегат синего цвета? Пробирьте какие-то стеклянные. Это очень интересно. Это пробоотборное устройство для отбора проб воздуха. А это, соответственно, колба с поглотительными растворами, через которые прокачивается воздух. И потом вот эти жидкости как раз и будем анализировать в лаборатории на наличие фенола, формальдегиды. Насколько вещества, выделяющиеся из утеплителя, которые лежат на чердаке, попадают в это помещение и, соответственно, влияют на здоровье людей. И находящиеся в этой квартире. Если нарушение все-таки есть, и вредные вещества проникают в квартиру Ольги, аппарат это покажет. И тогда, после обнаружения следствия, надо будет найти причину. Неправильная технология укладки, не тот материал, ошибка в проекте. Пусть пока эти пробы отбираются, а мы сейчас попробуем еще один вид отбора проб произвести. А это какой? Это проба воздуха на пакет. То есть это потом уже запускается напрямую в газовый хроматограф и анализируется, что в пакете, кроме фенолида, новые формальдегиды, которые мы отбираем на жидкости. А, и он накачивает, получается... Да, то есть вот вход, и он просто накачивает пакет воздухом. Показания занесли в протокол и отправили на исследование в лабораторию. Результат будет через несколько дней. А пока проведем инспекцию чердака вместе со специалистами. Жители также беспокоятся о том, что из-за утеплителя может произойти пожар. Ведь летом стоит жара, крыша нагревается. По поводу материала. В этом жилом доме в 2012 году проводился такой-то ремонт, определенный по замене, конструкции чердака. Здесь кровлю чинили и различные, меняли материалы. И вот в качестве утеплителя применили материал. Нам был представлен сертификат на данный материал. Подтверждается, что класс пожарной опасности данного материала КМ-0. И по свойствам он является негорючим. Как говорится, доверяй, но проверяй. Надо испытать утеплитель на жаростойкость. Так убедимся в подлинности сертификатов. Единственное, что мы можем наблюдать, это чувствовать неприятный запах. Ну, вы сами убедились, что данный материал... Давайте еще раз проверим, чтобы... Не поддерживает горение, скажем так. Опасения по поводу возгорания были ложными. Материал действительно безопасен. Но соблюдена ли технология укладки? Вот в чем заключается следующий вопрос. Татьяна, вот скажите мне, можно ли укладывать утеплитель подобным образом? Вот мне говорили, что нужно его как-то накрывать. Нет, утеплитель нужно укладывать именно подобным образом. А вот стоять на нем, крикорически не рекомендуется. Именно для этого здесь проложены деревянные мостки. Потому что это мягкая вещь. Естественно, если на нее наступать, то она лучше от этого не делается. Она теряет герметичность. А то, что укладывать его нужно именно таким образом, встык, это совершенно правильно. Укрывать его сверху нельзя решительно ничем, потому что тепло отнимается от дома. Оно, естественно, там поднимается наверх, как мы знаем. Если накрыть чем-то, то есть загасить это тепло и не дать ему проходить выше, то, соответственно, утеплитель начнет просто-напросто мокнуть. А в мокнущем утеплителе, к сожалению, возможны разные неприятности типа плесневого грибка. Самым распространенным утеплителем для скатной кровли является материал на основе базальтового волокна. Его свойства – пожаростойкость, высокая тепло- и звукоизоляция, хорошие водоотталкивающие свойства, технология укладки. В России теплоизоляцию желательно укладывать толщиной не менее 200 мм, то есть 4 слоя по 50 мм или 2 по 100. Утеплитель кладется на гидроизоляцию. Помещение должно иметь вентиляцию или проветриваться путем открытия чердачного окна. Утепляется, собственно говоря, не чердак. Чердак не должен утепляться. Должно быть, собственно, это не утепление в строгом смысле слова, это изоляция. Изоляция. То есть вот стены изолировать нечего. Сам чердак должен быть прохладным. Именно вот это и основная цель вот этих температурно-влажностных мероприятий на чердаке. Тепло из дома, которое, естественно, поднимается наверх, не пустить. А на чердак? На чердак. Именно. Именно. И поэтому вот этот вот утеплитель, он, собственно, называется утеплитель. На самом деле это материал, который изолирует и от тепла, и от жары. Нарушение на чердаке представитель департамента капитального ремонта не обнаружил. За исключением протекающей кровли и истоптанного материала. Все документы тоже оказались в порядке. Санитарно-эпидемиологическое заключение акта Роспотребнадзора. Все живые дома раньше утепляли керамзитом, но с течением времени он рассыпается. И в Москве ввели новые методы утепления чердака. Мы решили посмотреть, как это происходит в других районах Москвы. А сейчас мы находимся в подъезде живого дома по адресу открытый шоссе, дом 6, дробь 3. И будем проверять, как здесь сделана крыша. Так, где тут наш утеплитель? Ну, вот таким образом у нас весь чердак утеплен. Убран был керамзит и постелен минерал ватной плиты. А вот какие есть еще варианты, допустим, утепления кровли в Москве? Ну, исключительно сейчас практикуются утеплителем именно минераловатными плитами. То есть, фактически они не горючие, пожаростойкие, влагостойкие. А почему не использовали керамзит опять? Потому что тепло от минераловат, сейчас технология, которая идет, касается именно производства минераловатных плит, оно намного эффективно. Именно задержка тепла и теплоотдача. После осмотра крыши с Татьяной Блиновой на официальной странице Департамента капитального ремонта в Фейсбуке появилась публикация о нашем приключении и целая дискуссия на эту тему, где участники даже связались с фирмой-производителем, утеплителем, которая подтвердила, что технология укладки не нарушена. Осталось получить результаты экспертизы воздуха из квартиры Ольги. И после чего можно будет сделать точный вывод, где скрывается проблема. Пора связаться со специалистом, узнать результаты замеров воздуха в квартире у Ольги. Алло. Алло, Александр? Да, это я. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у нас результаты, так кратко, что там содержится в воздухе в квартире? Фенола в квартире не обнаружено. Формальдегид обнаружен в концентрации 0,28, при предельно допустимой концентрации 0,35. Если брать среднесуточные нормы, то превышение в 10 раз. Исходя из результатов, можно предположить, что какие-то вредные испарения от минеральной ваты все-таки попадают в помещение. Ведь, несмотря на сертификаты, соответствие нормативам смущает один факт. Квартира Ольги находится на одном этаже с чердачным помещением. Предусмотрено ли это проектом? Ведь во всех остальных живых домах чердак находится над квартирами. Мы вернемся сюда летом и еще раз все изучим. Если вы сомневаетесь в качестве утепления вашего дома, то обращайтесь в управляющую компанию или управу района. Ответа не последовало. Программа «Городовой» рекомендует жаловаться в МЧС, Департамент капитального ремонта, Моржа Успекция. Хотите обратиться в программу «Городовой»? Позвоните по телефону горячей линии 495-506-2761. Или отправьте нам письмо на электронную почту и в социальные сети. Мы ждем ваши отзывы и обращения. Продолжение следует... Продолжение следует...